О важности этого распоряжения мы поговорим с экономическим обозревателем CBC Фуадом Ализаде. Добрый вечер. У нас первый пункт это устойчиво растущая конкурентоспособная экономика. Хотелось бы узнать, что способствует устойчивому росту экономики, какой в целом она должна быть. В первую очередь речь идет о деферсификации экономики, необходимости развития нефтяного сектора, создание условий для развития малого и среднего бизнеса, ликвидации различных негативных форм так называемой серой занятости и частного государственного партнерства. То есть создание благоприятной инвестиционной среды, чтобы азербайджанская продукция была конкурентоспособной на внешних рынках. Вот у нас здесь такой пункт, динамичная, инклюзивная и основанная на социальной справедливости общества. Что для вас это значит? Это означает, что мы должны достигнуть не просто рост валового продукта Азербайджана, но и этот рост должен сказываться непосредственно на гражданах Азербайджана. То есть они должны это почувствовать. Кроме того, речь идет о том, чтобы общество было социальное равенство. То есть меньше было бедных, больше богатых, так скажем. И возможности всех граждан Азербайджана, независимо от их социального положения, основным правовым, так скажем, условием. То есть доступ к экономике, развивать свой бизнес, получать доступ непосредственно к образованию. То есть вот это предусматривает эти параметры. Конкурентный человеческий капитал и совместное инновационное пространство. Это третий пункт. Что у нас было создано в целом в этом направлении и что еще предстоит? В данном аспекте мы будем говорить о том, что население должно получать лучшее образование. То есть больше технологий внедрятся в современные технологии экономики Азербайджана. И на этом пути мы знаем, что созданы современные промышленные парки, кварталы, где последние, так скажем, достижения непосредственно внедряются экономикой Азербайджана. И наши национальные кадры должны быть готовыми использовать последние технологии экономики. Здесь большое возвращение на освобождение от оккупации территории. Вот такой важный момент. Если говорить о социально-экономическом направлении, какие шаги должны быть реализованы в этом направлении? Ну, в данном случае здесь два аспекта. Первое, то, что наши граждане должны вернуться на исконные земли, то есть обеспечить всю необходимую инфраструктуру. То есть новый проект, мы знаем, что уже строятся аэропорты, дороги современные. Кроме этого, речь идет о том, чтобы азербайджанские граждане, которые будут работать непосредственно на этих землях, интегрируется общая экономика Азербайджана. То есть, естественно, мы будем, можно уверенно сказать, что это будет один из цветущих краев Азербайджана. Один из направлений, из национальных приоритетов, это, естественно, чисто окружающая среда и страна зеленого роста. Вот как будут использованы в целом зеленые технологии в экономике? Ну, в данном аспекте речь идет непосредственно об уменьшении выбросов атмосферы газов. То есть, второе, развитие активно использования возобновляемых и альтернативных источников электроэнергии. То есть, все, что относится к зеленой экономике. То есть, мы можем в дальнейшем увидеть на наших автомобильных дорогах больше электромобилей, имеющих так называемых автомобилей двигателями внутреннего сгорания. То есть, это все комплексные меры, которые необходимо применять в Азербайджане, которые сейчас наиболее актуальны во всем мире. Ну что ж, спасибо вам большое. Я напомню, мы говорили о приоритетах социально-экономического развития на 2030 год, утвержденных президентом Азербайджана.